Информационно-аналитическая программа Prime Time по-прежнему в прямом эфире. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Почти 370 миллиардов тенге потратили казахстанцы на азартные игры в прошлом году. Такие цифры приводит мониторинговое агентство Ranking KZ. При этом показатель по сравнению, например, с 2022 годом, годом ранее, сократился на 42%. С подробностями наши экономические обозреватели Анель Едель-КЗ, она уже в студии. Анель, добрый вечер. Как же эксперты, вот с чем связывают, что количество этих услуг так сильно сократилось? В чем здесь причина? Добрый вечер, Леон. Я сразу тут отмечу, что значительное снижение показателей не помешало игорному сектору обойти почти все прочие услуги, по объему оплаченных населением. Впереди только услуги в области спорта, организации, отдыха и развлечений. Их оказано почти на 430 миллиардов тенге. Подробности в обзоре главная цифра. Почти 90% всего объема услуг по организации азартных игр и заключению пари в прошлом году пришлось на Алматинскую область. Это 320 миллиардов тенге. На второй строчке оказалась Акмолинская область. 47 миллиардов тенге. На остальные регионы пришлось 0,02%. Между тем в стране снизилось количество лицензированных представителей азартных игр. На сегодня таких мест насчитывается 29. Из них 6 казино, 9 залов игровых автоматов, 12 букмекеров и 2 тотализатора. Для сравнения, в 2018 году их было 97. В лотерее же казахстанцы в прошлом году выиграли 305 миллиардов тенге. А общий оборот операторов сферы превысил 350 миллиардов тенге. Кроме того, на сегодня в госбюджет страны перевели 130 миллионов тенге невостребованных выигрышей. То есть это те средства, которые выиграли, но не забрали в течение полугода. Продолжение следует... Такой подход применяется для повышения уровня доверия к лотереи и увеличения справедливости розыгрышей путем прироста выигрышей над проигрышами. Таков обзор на сегодня. Илья, вам слово. Спасибо большое, Анель. Я, конечно, от этой темы игровых моментов всегда старался держаться в стороне, но в то же самое время понимаю, что это неотъемлемая часть развития туризма. И, опять-таки, если люди это, конечно, любят, то самое главное здесь иметь четкую грань. В лудоманию не скатиться. Это была Анель Едель-КЗ с ее главной цифрой. А мы продолжаем.